Здравствуйте! Вы смотрите «Дайвича» в студии Ксения Фрик. И вот о чем мы расскажем сегодня. Снова ОСАГО и снова навязывание услуг. Антимонопольная служба в очередной раз начала проверку. Страхование жизни и страхование имущества, что-то там в районе 2000. В целом страховка получается в этом году, в отличие от прошлого года, где было 1700, получилось 8800. С ним приходишь, с ним спрашиваешь, что-то с ними пытаешься разговаривать, но как бы да-да-да, а на самом деле ничего не производишь. Коммунальщики лишились лицензии, а все еще претендуют на деньги кировчан. Стоит ли платить по квитанциям? Нет, не они кроли. Робот-змей Горыныч, а еще паук, аватар и динозаврик Плео. Необычные гости почтили одну из кировских олимпиад. Стоимость ОСАГО выросла, но проблем с получением полиса меньше не стало. Новые цены действуют уже больше месяца. При этом автовладельцы снова недовольны. По их мнению, страховые компании продолжают искать возможности продать дополнительные услуги. Тем временем УФАС возобновляет свои проверки. Подробности в нашем первом сюжете. В одну из страховых компаний со скрытой камерой отправился автовладелец Валерий Девяткин с надеждой без проблем получить полис ОСАГО. 100% увеличение тарифов и плюс у них идет страхование и имущества. Но без переплат, видимо, опять не получится. Дополнительные услуги продолжают навязывать. Хотя стоимость полисов ОСАГО и так выросла на 100%. В итоге сумма страховки почти 9 тысяч рублей. Страхование жизни и страхование имущества. Что-то там 2000, там в районе 2000. В целом страховка получается в этом году, в отличие от прошлого года, где было 1700, получилось 8800. Но такая арифметика представителей Ассоциации автострахователей не удивляет. Обсуждения, связанные с полисами ОСАГО, они называют нездоровыми. Большинство автовладельцев просто не разбираются в тонкостях дела. Страхование – это не арифметика, это высшая математика. Специалисты говорят, что у грамотных профессионалов, актуариев в страховании не больше десятка на всю Россию найдется. А вот отдельные граждане пытаются рассуждать чисто по арифметике. Тем временем автовладельцы продолжают высказывать свои недовольства. А значит, рост тарифов на пользу точно не пошел. Такая ситуация не устраивает и антимонопольную службу. УФАС снова возобновляет проверки. Мы считаем, что эта практика неправильная. И таким образом жить страховым компаниям нельзя. На протяжении долгого времени, почти года, страховые компании говорили о том, что необходимо поднять стоимость, необходимо увеличить плату. И это решит все вопросы, и никаких злоупотреблений не будет. Но давайте тогда будем отвечать за свои слова. И за свои слова страховые компании даже пытаются отвечать. Например, выдать полис ОСАГО они обязаны, но при этом имеют право рассматривать заявление до 30 дней. А значит, автовладельцам приходится выбирать, либо переплачивать, либо ждать месяц. К другим темам. Не иначе, как по золотым трубам. Всю зиму в их дома шло отопление, уверены жители домов по улице Северосадовой. На днях люди получили квитанции, в которых написано, за отопление они должны заплатить единовременно от 4 до 9 тысяч рублей, в зависимости от площади квартиры. Откуда такие суммы и обязаны ли жители платить? У юристов и коммунальщиков ответ искала Елизавета Халикова. К ним приходишь, с них спрашиваешь, что-то с ними пытаешься разговаривать. Но, как бы, да-да-да, а на самом деле ничего не производил. Подвал дома полон канализационных отходов, а торцевая стена здания в буквальном смысле трещит по швам. При этом огромные счета в квитанциях жителям домов 19 и 19 Б по улице Северосадовой приходят без опозданий. На этот раз людей поразила сумма в строке отопления. В прошлый раз статья за отопление была на мою квартиру, в частности, 1676. По новой квитанции я должна оплатить 4200. У меня такая сумма. Есть и 10 тысяч, есть и 9 тысяч рублей. Пенсионеру, у которого пенсия 8 тысяч рублей, просто физически невозможно заплатить. Елена Салтыкова понимает, такие цифры в квитанциях получились из-за перерасчета платы за 4 месяца. Но почему в итоге тариф был превышен в 2,5 раза, недоумевает. И это при том, что с 1 мая их управляющая компания «Лепси-Уют» была лишена лицензии. Что делать сейчас, люди не знают, но решили бороться. Мы подготовили пакет документов в прокуратуру с просьбой разобраться во всем этом. Также подготовили заявление в управление жилищно-коммунального хозяйства города Кирова. Пока заявление рассматривают, активистка Елена Салтыкова решила еще раз поговорить с представителями управляющей компании «Лепси-Уют». Там женщину заверили. Ошибок в квитанциях нет. И все сделано по закону. Так что платить людям придется. Зачем мы устанавливали счетчики-то? А к счетчику устанавливали, чтобы вы платили по счетчику. Так вот мы и платим по счетчику, но откуда-то берутся эти… Вы платите по счетчику не платите. А почему нам говорят, что снимают? Вы платите по 307-му постановлению. А зачем нам тогда счетчики? То есть счетчики мы зазря устанавливали? Нет, почему? Показание счетчиков снимается в конце года и вам делается корректировка. В свою очередь президент областной адвокатской палаты Марина Копырина уверена, пока люди могут не торопиться оплачивать квитанции. До 25 мая просят оплатить, а реально с 1 мая у них нет лицензии уже на осуществление деятельности. То есть лучше не оплатить. Потому что понятно, что подлежат возврату незаконно проплаченные, потому что мы должны оплачивать фактически потребленные коммунальные услуги. Но неизвестна судьба еще, что будет с этой компанией. Насколько она потом реально сможет компенсировать людям то, что они проплатили. Сейчас Елена Салтыкова решила дождаться от управляющей компании письменного ответа, на каком основании была начислена такая сумма за отопление. Но надеется и на ответ от прокуратуры. Дальше люди готовы обращаться в суд. Елизавета Халикова, Александр Брызгалов, Дмитрий Подлевских, Бюро новостей Давича. Кстати, уже сейчас кировчане могут пожаловаться или наоборот похвалить свою управляющую компанию. На сайтах общественной палаты и госжилинспект заработал специальный раздел. Там жители города могут оставить свое мнение о качестве и скорости работ управляющих компаний. После каждого квартала года будут подводить итоги и составлять рейтинг обслуживающих организаций области. Администрация города на днях прокомментировала ситуацию с земельным участком многодетной семьи Козловых. Напомню, государство бесплатно выдало им землю под строительство дома. Но на деле участок оказался непригодным. Это место в деревне Эссаулова казалось заболоченным, а еще по участку проходит дорога. Поэтому семья Козловых хотела поменять участок на другой. Выбирали землю только по карте. Свой запрос они написали в том числе и в администрацию города. Выяснилось, такого права у многодетной семьи нет. Цитата. Нормы, содержащие замену земельного участка другим, закон 74-30, не содержит. Конец цитаты. Другими словами, участок уже не поменять. Хотя по соседству еще 300 свободных. Кстати, семья Козловых для того, чтобы построить дом на бесплатной земле, продала квартиру. И сейчас они живут в съемной. Герой нашего следующего сюжета не может дождаться ответа на другой коммунальный вопрос. Зачем под окнами дома на Ленина 79 бригада рабочих спилила два дерева? При этом ни одна организация в Кирове на этот вопрос ответить не может. О пнях и саженцах наш следующий сюжет. Вот такие объявления были. Будет приведеть об огораживании территории. Но как вы видите, об огораживании территории не совпадает. Об огораживание. Это я вижу, что полное безобразие. Безобразием кировчанин Андрей Лукиных называет вот эти пни. Остались они от деревьев, которые, как вспоминает мужчина, радовали глаз прохожих и жителей дома на Ленина 79. Но неделю назад под покровом темноты, уверяет Андрей Лукиных, некая бригада рабочих в желтых жилетах уничтожила источник зелени и красоты. И все под предлогом благоустройства возмущается мужчина. Рабочие заверили. Крону деревьев лишь частично подровняют. На деле осталось два пня. По состоянию которых кировчанин определил, деревья не были ветхими. Кому интересно данный снос деревьев, непонятно. Если здесь что-то строить, я не знаю, место не позволяет. Все организации сказали, что вырубки на данные деревья разрешения не давалось. Но люди приехали, смотрите, с вышкой, все то серьезно подготовленное. В лесопаркхозе именно эта организация занимается вырубкой ветхих деревьев. Говорят, что эта территория к ним отношения не имеет. Сотрудников лесопаркхоза интересуют деревья, которые растут между тротуарами и проезжей частью. А также зеленое насаждение в парках и скверах. А эта территория придомовая. Что касается зелени, то там, к сожалению, вспоминают. Когда-то Киров был одним из самых зеленых городов Приволжского округа. Но и сейчас работа в этом направлении все же ведется. В этом году мы должны посадить 2050 деревьев и кустарников. Значит, вот весной мы сейчас озеленяем проспект строителей. Потом у нас по пожеланию жителей были посажены деревья по Октябрьскому проспекту в районе дома 81. Там на стрелке Октябрьский Карла Маркса. Кстати, со временем тополя в Кирове будут исчезать. Их лесопаркхоз высаживать больше не планирует. Время показало. Деревья недолговечные и никакой декоративной ценности не представляют. Дмитрий Житарчук, Алексей Юферев, Бюро новостей, Давича. Через дорогу головой вниз. Так предлагают пересекать проезжую часть дорожный знак на перекрестке улиц Казанской и Розы Люксембург. Фотография перевернутой таблички сегодня появилась в социальных сетях. По данным ГИБДД ничего страшного в этом нет. Знак поправят сотрудники госавтоинспекции. А в подобных случаях нужно звонить в дежурную часть ГИБДД по номеру 58-88-88 или дежурному по городу 64 и 400. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Чиновники снова начинают контролировать строителей. Завтра сотрудники мэрии выйдут в рейд, чтобы проверить, как соблюдаются правила благоустройства города. Особенно пристально, например, инспекторы будут смотреть на колеса большегрузных автомобилей, на которых часто грязь со стройплощадок выносится на дороги города. Встречаются и другие нарушения, за любой из которых юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей. Кировский вокзал доремонтируют. В пресс-службе ГЖД назвали суммы, которые будут потрачены на обновление фасада здания. Цитирую, с городской стороны. Обойдется он в три с лишним миллиона рублей. Кстати, напомню, внутреннюю сторону здания вокзала, которая видна пассажирам, уже отремонтировали. Также в порядок приведены кассовый зал и главное фойе вокзала. Работы заняли меньше года. В эту пятницу алкоголь продавать не будут. 22 мая день проведения последнего звонка. Сделать эту дату официально членам правительства рекомендовали специалисты департамента образования. И в течение этих суток розничная продажа спиртовой продукции будет запрещена. За исключением ресторанов, баров, кафе и кофеин. Штраф за нарушения для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей. Для юридических от 50 до 100 тысяч. Сейчас небольшая пауза и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. В армию до призыва. Вязкополянские школьники отправились в тульскую военную часть. Себя проверить, потом своим детям гордиться, рассказывать. Нет, не они кролик. Робот-змей Горыныч, а еще паук, аватар и динозаврик Плео. Необычные гости почтили одну из кировских олимпиад. Нужно как бы хорошо бегать, потом нужно научиться искать эти контрольные пуги, ориентироваться на местность. Правильно выбирать маршрут на карте сразу. С компасом и картой, что искали у трамплина сотни человек. Это «Дайвичи», продолжаем выпуск. Не служить, а знакомиться со службой. Больше 30 молодых людей из Кировской области отправились в войсковую часть тульской дивизии ВДВ. С какой целью поехали на сборы ребята, мы узнали в Вятских полянах. Эти ребята едут на сборы в настоящую войсковую часть. Впереди у них допризывная подготовка. Это уникальный проект Кировской области. Себя проверить, потом своим детям гордиться, рассказывать. И ребята довольные, и командиры в качестве подготовки и воспитания в восторге. Они приедут в те же самые казармы, в тот же самый полигон, где они будут проходить службу. И это, в общем-то, один из этапов отбора идет. Смогут ли они вынести тяготы и лишения воинской службы. Проверить это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве. Его год назад подписали губернатор области и командование 106-й гвардейской воздушной дивизии. С них не просто ребята отбираются по документам. Здесь всего было таких отобрано из всего призыва. 39 человек, которые смогли пробежать 3 километра и подтянуться более 10 раз. То есть у них непосредственно проверяется и физическая подготовка на деле, а не на бумаге. И если здоровье и выносливость ребят не подведут, то уже в июле в очередной призыв они смогут пополнить ряды кировских десантников. Елена Чехомова, Елена Росомахина, Роман Кутузов, Бюро новостей Дайвича. И пока одни школьники готовятся к службе в армии, другие к научной деятельности и в области робототехники. В Кирове прошла первая Олимпиада. Ловля жемчуга, лабиринт, движение по линии. Это лишь малая часть этапов, в которых состязались роботы и их создатели. По соревноваться в мастерстве собрались около сотни школьников и студентов. Кроме Олимпиады, зрители также смогли оценить увлекательное шоу. Шестиногий робот-паук, интерактивный робот-рек с интеллектом собаки, робот-аватар. Он единственный в Кирове робот-продавец, консультант и другие. Это настоящий парад умных машин. Их возможности смогли увидеть сотни зрителей, которые собрались на первой в Кирове Олимпиаде по робототехнике. Это робот-горыныч, так называют его создатели. Он способен самостоятельно добираться из одного конца лабиринта в другой. С помощью инфракрасного датчика робот считывает информацию, есть впереди препятствие или нет. В зависимости от этого действует. Тимофей Зонов и Алексей Лыхин создали его за 8,5 часов. И для них, признаются, он больше, чем робот. Когда много над ним работаешь, ты начинаешь его воспринимать как какого-то лица, а ты на живое, которое не подчиняется тебе. Участники Олимпиады представили свои творения в восьми номинациях. Оценивали роботов кировские преподаватели робототехники. Всего в Олимпиаде приняли участие около сотни человек. Победители регионального этапа будут представлять Кировскую область на Всероссийском этапе Олимпиады в Казани в июне этого года. Это развивает, естественно, научные дисциплины. Дети начинают лучше понимать физику, механику, математику. И это помогает развивать в том числе даже какие-то творческие мышлительные процессы. Это, безусловно, какой-то такой образовательный сейчас сегмент. Но за ним будущее. И это будущее уже здесь. А пока участники Олимпиады соревновались в робототехнике, зрители смогли поближе познакомиться с участниками парада роботов. Особенно этой возможности были рады дети. Нет, не они кроли. Екатерина Зубарева, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича. Компас, карта и хорошая физическая форма. Именно это помогло участникам соревнований «Российский азимут-2015». Соревнования по спортивному ориентированию прошли накануне у трамплина. В нем приняли участие около тысячи человек со всей Кировской области. В этом году акция «Российский азимут» объединила 69 городов страны и 150 тысяч любителей такого вида спорта. Несколько минут до старта. Участники соревнований разминаются. Всего побороться в навыках спортивного ориентирования сюда приехали около тысячи человек со всей области. Это и новички, и уже бывалые спортсмены. Вика Койкова и Анна Ерофеева в «Российском азимуте» участвуют во второй раз. Они много тренировались и знают, что нужно, чтобы победить. Проводим тренировки специально, тоже расставляем по всему парку контрольные пункты. И у нас как бы соревнования проходят. Нужно как бы хорошо бегать, потом нужно как бы научиться искать эти контрольные пункты, ориентироваться на местность. Правильно выбирать маршрут на карте сразу. Цель каждого участника – как можно быстрее найти контрольные пункты. В помощь только компасы карта. Кстати, в этом году соревнования «Российский азимут» юбилейные. Уже 10 лет он не теряет своей популярности. Есть какая-то новизна в этом виде спорта. Но все-таки тут, наверное, нисколько играет роль в физической подготовке, хотя это и важная составляющая. Сколько, наверное, все-таки есть составляющая интеллектуальная. Все-таки надо тут не только просто бежать, но и немножко думать. Победителей соревнований определили в 16 возрастных категориях. Они получили медали и кубки. Екатерина Зубарева, Алексей Юферев, Бюро новостей Дайвича. Таким был этот понедельник, 18 мая, глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Дайвича появится на сайте девятка.рум. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Дайвича по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ксения Фрик. Всего доброго и до свидания.